В Индии тем временем начали необычную рекламную кампанию. Там рекламируют дочерей. В стране стартует кампания под названием «Спасите наших девочек». Она должна помочь выровнять соотношение мальчиков и девочек в стране. Евгения Воскобойникова расскажет о решении демографических проблем по-индийски. Женя, прошу тебя. Спасибо, Никита. Действительно, сейчас по всей Индии можно увидеть такую своеобразную рекламу о пользе девочек. Рекламная кампания занимает целые полосы в газетах. Также рассказывает индийцам, что дочери приносят радость в их жизнь. На цветных рекламных постерах, на разворотах газет можно видеть даже министров. Один из министров штата изображен на плакате с девочкой на руках, а внизу подпись. Они наполняют нашу жизнь улыбками. Они способны это делать. Власти Индии намерены с помощью такой рекламы исправить нарушенное гендерное соотношение в стране. Нежелание индийцев рожать девочек привело к росту числа абортов и детоубийств. Ведь по традиции девочки в Индии считаются бременем для семьи, поскольку для них нужно готовить очень большое приданное. Но вот мальчики, наоборот, более желанные. Они будущие главы семей, которые будут заботиться о стареющих родителях. Сейчас беременным индианкам запретили узнавать пол будущего ребенка до его рождения. По данным переписи, соотношение мальчиков и девочек сейчас упало до самого низкого уровня. Сегодня в Индии на тысячу мальчиков приходится всего лишь 914 девочек. Ну, кстати, население Индии за последние 10 лет выросло на 181 миллион человек. И это, кстати, 17% всех жителей планеты. А вот недавно индийские медики предложили каждому мужчине, который решается на вазектомии, это операция, делающая мужчину бесплодным. Так вот, каждому отважившемуся на эту операцию медики предлагали велосипед. Никита. Интересный подарок. Я вот думаю, зачем мужчине, отказавшемуся от детей, велосипед? Кстати, если вдруг потеряю работу, теперь знаю, куда ехать, поеду в Индию, буду как...